Все повторится, как прежде, как встанет. Хотела вас поздравить и вручить удостоверение с выборами убедительными. Чистой победой. Спасибо. Женщина. Спасибо. С Крыма. Спасибо. Александр, спасибо вам большое. Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны. Владимир Путин назвал прошедшие выборы самыми прозрачными и чистыми в истории России. Что же получается? В прошлые годы на не самых чистых и не самых прозрачных выборах Центр избирком работал против Путина. Ведь ему записали голосов меньше, чем сегодня. Просто фантастика. А теперь давайте посмотрим, как выглядят эти чистота и прозрачность в цифрах и фактах. Несмотря на то, что на этих выборах серьезные независимые социоисследования не проводились, существует ряд достаточно добросовестных опросов населения, которые показывают рейтинг Путина в пределах 40%. По нескольким радиоопросам Грудинин получал более 45% голосов, а на различных интернет-ресурсах и до 79%. Даже с корректировкой на специфику интернет-аудитории трудно поверить в официальные итоговые 12%, показанные ЦИКом. Особенно если учесть, что тот же ЦИК в им же организованных экзит-полах на выходе с избирательных участков первоначально давал совсем другие цифры. Вот как округленно выглядели результаты этих экзит-полов по Путину и Грудинину по данным самой ЦИК. 11.00 явка 33 миллиона, за Путина 12 миллионов, за Грудинина 14 миллионов. 17.00 явка 61 миллион, за Путина 32 миллиона, за Грудинина 24 миллиона. И тут, видимо, наступило некоторое отрезвление, потому что уже в районе 18.00 картина радикальным образом меняется. Явка 65 миллионов, всего на 4 миллиона больше, за Путина при этом 48 миллионов, за Грудинина, внимание, 7 миллионов. Итоги на 20.00 объявлены ЦИК. Я повторюсь, это итоги экзит-полов. Явка 74 миллиона, за Путина уже 56 миллионов, а за Грудинина, обратите внимание, всего 9.00. Выходит так, что в период с 17 до 20 часов, когда на избирательные участки подошло около 13 миллионов избирателей, количество голосов, поданных за Путина, сказочным образом выросло на 25 миллионов человек. А количество голосов за Грудинина уменьшилось при этом на 16 миллионов, что физически невозможно, даже если бы все те 13 миллионов проголосовали за Путина. В итоге Грудинину, по данным организованных ЦИКом, экзит-полов, со 100% пришедших на участки, записали голосов меньше, чем он получал, по данным тех же самых экзит-полов, при 30% избирателей. В ЦИКе говорят, что данные экзит-полов нельзя считать репрезентативными, ведь на вопросы интервьюеров отвечают не все, а только те, кто хочет ответить. Но, во-первых, остается загадкой, куда делись голоса тех, кто уже ответил, что проголосовал за Грудинина. Ведь они не могли через три часа вернуться на избирательные участки, найти своего интервьюера и сказать, что ошиблись и назвали не того кандидата. И почему до 17 часов особую готовность отвечать на вопросы проявляли именно сторонники Грудинина, а с 18.00 инициатива вдруг перешла к путинцам? Это к вопросу о прозрачности выборов. Не лучше обстоит ситуация и с их чистотой. Надо обладать очень богатой фантазией, чтобы назвать чистыми выборы, в которых клевета и ложь исключительно на одного кандидата выдавались не штабами или сторонниками других кандидатов, а государственными средствами массовой информации. Мнимые незакрытые счета, подставные свидетели несуществующих черных в кавычках дел Грудинина, липовые факты махинаций с землей, а в довершении порочащая Грудинина незаконная вклейка в информацию о кандидате на избирательных участках по всей стране. Наглость и цинизм со вбросами бюллетеней на этих выборах были просто запредельны. Их делали не стесняясь, массово, не боясь ответственности при работающих видеокамерах. Анализ видеокадров таких вбросов продолжается. Скоро Ассоциация «Голос» обещает предоставить полный отчет об их количестве и технологиях. Также в массовом режиме зафиксированы факты тупого перекладывания бюллетеней с голосами за Грудинина и других кандидатов в стопки бюллетеней за Путина. Вы будете смеяться, но случаев перекладывания бюллетеней за Путина в стопки к другим кандидатам не зафиксировано ни одного. Элементарные подсчеты по уже выявленным фактам показывают, что таким образом Путину было приписано порядка 10 миллионов голосов. Можно с уверенностью предположить, что на самом деле их было значительно больше. Широко использовалось и новое изобретение ЦИК, так называемые федеральные карусели. Через портал госуслуг вообще только один клик, через МФЦ многофункциональные центры наши, через территориальные комиссии за 45 дней любой человек мог подать заявление по месту пребывания, там где он находится, выбрать удобный для него ближайший участок. Все это заводило в систему госвыборы и люди спокойно могли проголосовать. У нас же небывалое число больше, чем когда-либо проголосовало за рубежом. Раньше этим занимались нечистоплотные политтехнологи, сегодня эстафету приняла сама ЦИК. Речь идет об открепительных талонах, когда порядка 30% голосов было подано особо доверенными бюджетниками не по месту их жительства. Вот такая получилась чистая и прозрачная, опять в кавычках, арифметика имени Памфиловой. И такой получился президент с зашкаливающей поддержкой приписанных ему голосов избирателей. Возникает вопрос, почему результатами таких выборов не возмутился народ, хотя бы тот, который голосовал против Путина? Почему не случилось повторение 2011 года, когда сотни тысяч обманутых избирателей вышли на улицы? Трагедия в Кемерово, рост международной напряженности, ожидания связанных с этим экономических проблем сказать трудно. Важно только то, что нас в очередной раз бессовестно обманули. И рано или поздно это даст себя знать. Однако, учитывая масштабную, беспрецедентную поддержку, которую вы мне оказали, считаю, что только слов благодарности, сказанных в центре Москвы, недостаточно. Субтитры создавал DimaTorzok